Мы приветствуем Занэ. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам своей биополе на период сеанса. Я честно сказать, саму Занэ не вижу. Здесь голограмма до полтела, а нижняя часть вообще отсутствует. Она где-то там, за этой голограммой. Хорошо, сделаем тогда следующую. Силой моего намерения, разрезая эту голограмму сверху донизу, она выходит вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами, установленные на этой чистоте. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Вышло. Отправляю в клетку тюрьму. Вы меня слышите, Занэ? Да. Мы просим вашего разрешения на диагностику и чистку. Свою разрешение. Хорошо. Больше ничего не мешает сканирование, Вера. У нее на талии веревка завязана, и ее кто-то дергает за эту веревку. Хорошо. Разрезай эту веревку. Она выходит, летит в клетку тюрьму. Есть. Да и команду, значит, риск. Она сканирует пространство над головой, под ногами, 360 градусов вокруг Занэ. Сканер сканирует все семь тонких тел Занэ. Находит все. От голограммы веревок выстраивай каналы к ответственным притягиваю всех в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьме мои заложники. У нее ящик. Ящик. Хорошо. И сейчас четко видно. Вот это как голограмма, которая на ее копии. Она как робот. Как такая кукла, которая улыбается постоянно и ходит вот так, как кукла. Понятно. И кто еще? Дальше здесь красный дракон. Красный дракон. Инкуб. Инкуб. И бес. Какой бес? 8. Хорошо. Какой у нас ящер? 342. Какой у нас красный дракон? 12, 11. Хорошо. 12, 11. Инкуб и бес. Кто из вас имеет контракт на пребывание в этом биополе? Тишина. Никто не имеет. И ящер какие-то права здесь показывает. Показывает на копию. На ее копию. А кто тебе разрешал эту копию делать? Она? Такое ощущение, что он постоянно жует что-то, ест. Как будто это вечер. Он отвечает на мой вопрос, а то я ему сейчас быстро аппетит перебью. Я повторяю свой вопрос. Почему ты находишься в этом биополе? На каком основании? Передали мне в подарок. Вера, чуть громче говори. Кто тебе передал ее в подарок? Завернули как конфетку и передали. Хорошо, Вера. Появляется монитор в комнате диагностики. Пошла картинка того, кто передал фантом той сущности, который передал, завернутой в конфетку, эту тонкую копию. Где этот гуманоид? Да, он откупился таким образом. Гуманоид. Значит, гуманоид здесь был первый, да? Выстраивается прямой канал от этого фантома к гуманоиду и притягивая его в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. Здесь не фантом его. От фантома выстраиваются прямые каналы к гуманоиду и притягивая его по праву в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. Да, здесь он. Хорошо, гуманоид. Почему же ты так убегаешь, не поздоровавшись, а? Ничего не оставила. Ты подарки раздаешь, да? То, что тебе не принадлежит, откупаясь. Откупиться мне надо было. А права у тебя на этот откуп не было. Откуда ты гуманоид? Ута. Ута. Ну что ж, я думаю, теперь команда в сборе. Начинаем работать. Начинаем с реверса энергии. Я еще раз повторю вопрос. У кого есть контракт на пребывание в этом биополе? Ни у кого? Ни у кого. Отлично. Даю команду тонкой копии ЗАНЭ спроекцировать все энергетические и сферические каналы к ящеру, красному дракону, инкубу, бесу, гуманоиду. Каналы выстроились. Сущности каждый подходит к своему каналу. Каналы выстраиваются также к голограмме и веревке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к ЗАНЭ. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Инкуб, у меня к тебе вопрос. Почему ты сделал ей такую болезнь по женской линии? Он показывает, как он тянет за эту веревку, говоря руками, а ногами он упирается ей вниз живота. У нее начались проблемы со здоровьем из-за твоего воздействия, Инкуб. Кто влиял на шею? Загорается маячок. Ответственность за боли в шее. Ну все, что вверху, волосы шеи. Такая ящер. Ящер. И волосы даже гуманоид больше. Он что-то делал туда. Хорошо. Какие-то как трубки. Вставлял, да? Они такие гибкие. Он их смешивал с волосами, как вкручивал их туда. Думаю, может вкрутить гуманоиду пару шурупов. Что идет к ящеру, посмотри, Вера? У нее страх. Хорошо. Пока идет ревер-скэнер, дай мне полноту души Зоне на настоящий момент. 88. 88. 12% не хватает. Где находится 12% ящер? В моей куколке идет от него. Это куколки, которые ты уже в свой мир отправил и в колбочку посадил, да? Нет, здесь со мной. А, ну это он тебя может еще и спасет. Но это голограмма, которая как кукла. Я понял, да. Ревер закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Зоне забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Зоне себе обратно на хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из голограммы частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Зоне находится, забираем по праву назад. Усилий потоки в 50 раз. Пес, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Год и два месяца. Ты в доме присутствуешь? Да, я есть там. А в квартире? Нет. Хорошо, в дом мы сегодня тоже чистим. Инкуб, ты не присутствуешь ни в доме, ни в квартире? Он присутствует. Где? В доме он показывает, в каком месте это начало. Лестница здесь. Если это подъем, со стороны подъема, со стороны лестницы, где-то с левой стороны там что-то есть. Хорошо, он присутствует. Красный дракон. Стоят твои платы. Ты присутствуешь в доме или в квартире? Квартиру показывают. Квартиру. Хорошо. Мы тоже сегодня чистим. И ящер. У тебя есть присутствие в квартире и в доме? Везде, где присутствует моя девочка, присутствую я. Ты меня сейчас просто умиляешь. Мне кажется, ты реально не понимаешь, где ты находишься. Хорошо, гуманоид. И с тобой? Ты не присутствуешь в квартире и в доме? Я вообще нигде не присутствую. Отпусти меня. Я тебя никуда не отпущу. Ты присутствуешь здесь. Ты являешься именно причиной того, что ящер присутствует в этом биополе. Ревер закончился. Сейчас эта куколка поменяла цвет, она как щелкунчик отвратительный стала. У нее лицо изменилось. Скэнер, дай мне полноту души. Заны на настоящий момент. 100%. Отлично. Идем дальше. Реверс мы сделали. Начинаем с вытаскания того, что осталось. Бес. На твоей чистоте. Выходи, снимай все, что ты оставил. Кроме этой веревки, которую я вытащил. Скажи мне, лярвы есть в биополе Заны? Затемнение. Есть, есть. Где? Он показывает, у нее на шее это в виде ожерелья. Лярва она полстая. Как толстая, такая круглая цепочка. Одна сторона ниже, другая выше у нее. Может быть от этого и шея и болела. Скорее всего. Ты хочешь получить эту лярву? Хочется. Тогда доложи мне, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. И он показывает, что у нее есть темнение, другие голова, низ живота, поясница. Все понятно. Он все снял? Да. Разрешайте забрать лярву и все затемнения. Забирай и возвращайся назад. Ну, он готов. Хорошо. Инкуб. Выходи. Снимай все, что ты оставил. На своей чистоте отключайся, возвращайся назад. Он что-то разжимает у нее. Внизу живота? Ну, это даже не низ живота. Это как женские органы, где трубы. Вот и причина. В этих местах. Нет зажима, нет болезни. Он снял зажимы. Хорошо. Итак, красный дракон. Выходи. Снимай все, что ты оставил на своей чистоте. Платы или что у тебя стояли? Да, сердечная чакра. Что ты делал этими платами? Ты разжигал ее? Определенные эмоции. Она на определенные эмоции реагировала. Триггеры? Да. И она как красной становится от них. Стыд у нее какой-то, что ли, проявляется. Я думаю, Занэ знает, о чем идет речь. И эта причина была красный дракон. Скэнер, просканируй, пожалуйста, сейчас. Занэ на чистоте ящера, его голограммы. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? У меня есть большая подключка на голове. Отключаю ее, выводи полностью все чипы, датчики, импланты и эту подключку. Она как прозрачный шар на голове и держится она на шее. Вот, вполне можно предположить, что от этого тоже были боли в шее. Готово. Отправляю этот шар в клетку-тюрьму, эту подключку. Даю команду на рассинхронизацию Занэ с ящером, красным драконом, инкубом, бесом, гуманоидом и всеми артефактами, находясь в клетке-тюрьме. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Она так медленно двигается, как будто она скованная была все это время. И сейчас она как заново все эти движения делает. Вспоминает. Как будто не она жила, вот эта копия. Хорошо. А сколько ящер ты находился в этом биополе, после того, как тебе упаковали куклу? 13 лет. 13 лет. А ты сколько, гуманоид, до этого находился в биополе? 6-7 месяцев. Понятно. Бес сказал, год и два месяца. Инкуб, сколько ты присутствовал в биополе? 7 лет. Какие все долгожители? И красный дракон, сколько ты присутствовал в этом биополе? 4 месяца. Хорошо. У меня закончилась рассинхронизация. Рассинхронизация закончилась. Включаем внутренний белосвет. За нейтим светом она выдавливает и все негативные, патогенные, низкооперационные, чужеродные, находящиеся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, остаточная энергия на частотах интерферентовых подключек выходит до 100%. Все формируется перед ней в шар. Да, готов, шар. Открывая под шаром воронку, в галактическое ядро уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Проверку прошли. Бес и инкуб. Вы находитесь в доме. Я сейчас открою вам один портал. Вы пойдете в этот дом. Уберете все, что вы оставили на своей чистоте. Я приду, проверю. Бес мне еще покажет все каналы, все порталы в этом доме. Я их закрою, после этого соберу Бесу. Негатив в этом доме в дорогу устраивает. Да. Открывается прямой портал в дом Зане. И Бес и инкуб идут в этот портал. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Красный Дракон, ты находишься в квартире, поэтому я сейчас открою тебе портал в квартиру. Ты соберешь, снимешь все свои платы, все свое присутствие. Я приду, проверю, отправлю тебя потом на твою чистоту. Тебе это понятно? Понятно. Открывается прямой портал в квартиру Зане. Красный Дракон идет в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связь. Ли, у меня здесь гуманоид с Уты, который сделал подарок ящеру за какие-то услуги. 342-му ящеру. Ящер находится 13 лет. Мы вернули 12% души из его голограммы. Сняли подключку еще на голове. И все остальное находится в клетке. Посмотри, пожалуйста. Гуманоида я притянул, не находился. Здесь есть биоматериалы. В копии есть биоматериалы. Верните отдельную команду. Я давал команду, я еще раз делаю. Хорошо, выстраивается прямой канал от Зане к этой копии. И забираем по праву все частички души, весь биоматериал, все родные энергии, все, что на чистоте Зане находится, по праву забираем назад. Иногда тонкая копия не совсем понимает. И не хватает силы, чтобы вернуть полностью. Здесь есть еще что вернуть. Еще что-то осталось, кроме этой энергии, что мы не вернули? Да, и человеческая энергия возвращается. И человеческую энергию он воровал. Теперь она пустая. Отлично. Артефакты уничтожайте, их забираем. Благодарю тебя. Под артефактами, голограммой, веревкой, этим шаром открывается воронка в галактическое ядро. Весь мусор уходит на переработку. Закрываю, печатаю и растворяю. Готово. Забрали всех? Да. Отлично. Клетка пустая. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом Зане. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоэборационные эмоциональные энергии. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. И фантом выходит. А фантом вышел, но не очень уставший. Хорошо, Зане. Так выглядит ваше эмоциональное состояние. Вы готовы сбросить эти энергии? Безрадостные слова идут. Готово, надо. Сворачивайте энергии в шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Поехали по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковое, если было, оно проявляется. Ну, а здесь картинка идет. Это вот эти гуманоид, что волосы вплетал. Гуманоид вплетал, использовал свою магию. Хорошо. Эта картинка вышла? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, сбрасывая на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Переходим на чистоту. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается. Наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Зане, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Она вот так ногами как топает, проверяет себя и говорит, что странно, но энергии не уходят. Голова не кружится. И я чувствую эти энергии. Они как волны. Волны вокруг меня. Это так приятно, сознавать, что это я. И это ваши родные энергии. И ни одного интерферента, и никакой грязи больше нет в биополе. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И сразу перейдем к чистке вашего дома и квартиры. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Зане в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Дом Зане ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее дома. 1, 2, 3. Ты перед домом. Да, я здесь. Входи в дом. Клетка установилась на первом этаже возле лестницы. Кто у нас? Арахноид. Арахноид. Спрут. Спрут. Инкуб. Инкуб. Без. Есть. Воронка есть. Большая такая, какая-то серо-белая. Под воронкой, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Еще есть кто-то? Нет. Начинаем работать. Инкуб, ты все свое собрал? Да. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Он забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Арахноид и спрут. Вы сейчас выходите. Каждый собирает все, что наставил в этом доме или на земельном участке и на земельном участке. Возвращаетесь назад. Я проверяю и отправляю вас на свою чистоту. Первый раз. Выходите, приступайте. Арахноид находится только в доме на земельном участке. Там есть другие спрута. Есть, во-первых, подвал спрута. Спрут, ты как-то связан с тем, что там трубы прорывало и были проблемы, кто-то воду откручивал? Это не твоя работа была? Ну, от него идет слово «вода», «вода». Это ты открывал воду? Или ты там трубы манипулировал? Отключал их от ванны или что там было? Ну, это он делал. Он делал это на тонком плане, наполняя водой бейсмент. Подвал. Подвал наполнял водой спрут. Теперь это очень такое затратное дело, потом все ремонтировать. Итак, ждем, пока они вернутся. А на тонком плане там до сих пор вода. Да ты что? Ее надо... Ты видишь эту воду? Да. Хорошо, в этом месте внизу, по всему периметру этого подвала, открывая воронку в галактическое ядро, и вся эта вода, все лишнее уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Вернулись они? Запрали сюда. Хорошо. Арахноид, больше не приходишь в этот дом спрут, тебя то же самое касается. Больше не пытайся сюда войти. Я все здесь закрою. Все понятно? Ему понятно, ему жаль уходить. Если хочешь, я тебя могу в галактическое ядро сейчас отправить. Он уйдет. И на этом закончится вся твоя жалость. Уйдет. Открывается наверху два портала, один на чистоте арахноида, один на чистоте спрута. Арахноид забирает, что принес, спрут забирает, что принес, и каждый уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Потом. Ты посмотри, жалко ему. Хорошо, Бес, ты свое все собрал. А как же? Ну, пошли по дому. Показывай порталы, я их закрываю. И соберу тебе негатив потом. Показываю здесь платы. Ящер в коридоре стоят. Отлично. Видишь их? Да. Под ними открываю воронку в галактическое ядро. Срываю платы. И вместе с энергиями этих плат они уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Пошли дальше. Черт показывает, возле лестницы, где инку стоял. Там портал внизу. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантома и частицы портала уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готова. Хорошо. Наверх мы поднимаемся. Зовет он меня. Пошли. Здесь телескоп. Он показывает, что он может на него смотреть, но видит он тонкий мир. Он видит энергии, он видит сетки арахноидов, цвета. А как такое возможно? Цвета. А как такое возможно? Что это телескоп такой? Или у тебя такие способности? Нет, это у него такие способности. Он видит своим зрением. Хорошо. Понятно. Там нет портала. Там нет портала. Он просто показывает, что он мог это делать. Интересное хобби у тебя. Еще что? Он спускается здесь. Комната одежды в ней. Здесь прямо в полу портал. Под этим порталом открою воронку в галактическое ядро. Портал фантома и частицы портала уходят на переработку. В чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Идем дальше. Пошли. В ванной комнате. Тоже самое. Портал у них в полу. Под этим порталом внизу открою воронку в галактическое ядро. Портал фантома и частицы портала уходят на переработку. В чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Он показывает, что это воронка, которая была в клетке, оттуда пришла. Понятно. Блуждающе. Хорошо. Мы вышли на балкон. И он показывает, что крыша там что-то есть наверху. Хорошо. Что там под крышей поднимаете наверху? Космическая. Подключка? Космический какой-то, как портал, круг такой. Портал. Хорошо. В этом месте под этим порталом космическим открываю воронку в галактическое ядро. И этот портал уходит на переработку вместе со всеми энергиями. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Делывница 5. Заходим гараж. Ворота, гаража. Портал. Да. Под воротами внизу открою воронку в галактическое ядро. Портал фантома и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Еще одно место он ведет в подвал. И вот этот люк подвала, люк или, как сказать, квадратная дверь вниз, это портал. Хорошо. Под этой дверью внизу открою воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все. Хорошо. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет риска. Эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Два вытянутых шара, вала вернее. Уплотненные. Хорошо. Под космическим окраю воронку в галактическое ядро он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, бес. Поработал хорошо. Вот твой шар. Забираешь? Да. Отправляю бесу. Готово. Найдите новое место обитания, и все здесь буду запечатывать. Все понятно? Все понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Он забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Под клеткой тюрьмы, открывая воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok